По легковому автомобилю, значит, вот такой автомобиль мы делаем по лекалам. Вырезаем детали автомобиля, вот эти боковины, передние и задние. Там, где прямая часть, она находится впереди. Которая закругленная, она сзади. На базовую глазурь мы садим эти три детали, объединяем их, выравниваем, чтобы здесь ровненько было, не выходило. На глазурь намазываем, посадили. Аккуратненько все лишнее убираем глазурь, чтобы не выглядывало. Сюда мы колеса опять же на глазурь садим. Все это ставим на сушку. Сюда-сюда. Когда она у нас подсохла, мы покроем венгерским лаком. Венгерский лак это для блеска. Я еще подготовила, у меня есть разные мелочевки, вырубки для цветов. Таких вырубила, выпекла, таких и прицепила для красоты. Венгерский лак делается один желток, одна чайная ложка сгущенного молока. Размешивается хорошо и получается бесцветный лак. Если хотите получить цветной, вы добавляете краску нужного цвета. На самолетик мы также поликалом мы вырезали пропеллер, пипочку, два колеса и крыло. Колеса пропеллер мы покрываем темно-коричневой краской, крыло мы покрываем бордовой краской. Корпус мы пока ничем не покрываем, пока мы не прицепим эти детали. Потому что когда она уже покрыта и лаковая, к лаку очень тяжело прицепить. Можно и просто все это собрать и покрасить просто бесцветным лаком. Можно покрасить на месте, но потом будет очень тяжело покрасить, можно замарать и корпус, и будет неаккуратно. А так уже покрашенное, когда цепляешь, оно уже аккуратно. На вертолетике мы тоже эти части покрываем вначале венгерским лаком. Только корпус у нас не покрывается для того, чтобы мы легко могли к нему прицепить. Те места соединения, вот изнаночная, задняя часть вот этого планки этой, мы не покрываем. То есть мы только лицевую. Здесь место соединения с изнанки мы тоже не покрываем на пропеллере для того, чтобы оно прицепилось. А потом уже, когда мы все прицепим, подсохнет и мы уже на базовом корпус покрываем бесцветным этим венгерским лаком. Одна чайная ложка, еще раз повторюсь, чайная ложка сгущенного молока и один желток. Выпекли детали. Теперь мы их соберем и поставим сушить. Значит, там, где перед, это там, где у нас прямо закруглено, это у нас зад. На глазурь базовой консистенции мы посадим все эти детали. Наляпывала. Вот так. Уже подсохли все эти части склеенные. Теперь мы можем покрыть ее блеском. Вот он этот желток и сгущенное молоко. Управили, сзади. Теперь мы можем сюда прицепить, пока он влажный лак, он хорошо прицепится, мы сделаем фары такие длинные. И теперь и сзади. Можно их развернуть наоборот. И покрываем тоже. Еще с передней и задней стороны я решила такие вот штуки прицепить. Они же машины бывают разные, но можете этого не делать. Я думаю, что все эти вот прибамбасы придают какой-то другой вид, навороченный. А теперь мы так берем и убираем в сушку. Также при 50 градусах минут 15. Сейчас мы сделаем мультяшный такой самолетик. Сделаем его ярким. Колеса мы покрасим в такой темно-коричневый цвет. Крыло покрасим в бордовый цвет. А сам корпус у нас будет натуральным. Не просто покрываем мельгерским лаком. Значит, один желток и чайная ложка сгущенного молока мы смешиваем. Я отделила половину. Даже можно на три части разделить. Один оставить того цвета, какой есть, нейтрального. В один я добавила две капли коричневого и одну каплю черного цвета. И вот размешала на колеса и на пропеллер. И на крыло бордовым цветом. И третья часть нейтральной. Сейчас мы покроем, поставим сушить. Я покрываю только с передней части. Потому что оно высохнет, становится как лаковое. И очень неудобно клеить его. Поэтому переднюю часть прокрасим. А если где-то надо будет, мы потом где-то будет на виду. Потом добавим дополнительно. Сушу я в сушилке для овощей. Можно в духовке при 50 градусах. Минут 15. Минут 15. Минут 15. Минут 15. пропеллер я сразу маленькую пипочку прилепила чтоб удобнее было потом здесь мы можем со всех сторон вместо соединения можем пока оставить потом где-то если останется мы уже на готовом высохшему уже просто подправим кисточкой красочкой если где-то замарали сразу лучше почистить то некрасиво будет теперь мы покрасим крыло также разведено только я добавила но у меня бургундия можно бордовый можно голубой можно и на готовом изделии потом прокрасить то я ставлю в сушку но потом можно эти лежащие части замарать эту часть мы оставляем не покрываем когда мы все на место посадим на глазурь мы уже потом покроем просто нитраль теперь подсохли у нас все детальки самолетика и мы теперь его соединим здесь наверху для того чтобы крыло нам садить я подточила наждачечкой или чем то и здесь если оно выпеклось нормально не деформировалась то и не нужно а если немножко хоть деформировалась отточите чтоб ровненько хорошо легло так вначале мы посадим посадим колеса так смотрим чтобы значит он этот зад его сел тоже хорошо не был сильно задран то есть не вот так вот далеко сюда это будет задран нос а немножко вот сюда поближе давай просушим давайте просушим мы можем сюда теперь до и давай это он Лишни уберем. Подсохли колесики. Теперь мы в крышу посадим. Находим середину. Вертолетик. Мы также по лекалам вырезаем детали, выпекаем. Этих у нас две. Она у нас будет с накладки вот эти впереди и сзади. Пропеллер большой, который наверху будет и пропеллер маленький, который на хвостик. Значит и салазки здесь я уже подогнала, то есть когда мы вырезали, у нас может под палочки не подходить. У меня они сломались, я просто палочки проложила, я подточила еще, как мне удобно, подогнала под корпусом вертолета. Смазала, чтобы оно поаккуратнее было. И все, и покрываем мы темно-коричневым. И оно все прячется. Вот это вот я покрыла. Видите, оно стало внизу. Не покрыло, чтобы оно не прилипло. Потом можно тоже покрыть. Вот. Значит, эти накладки мы покрасим в красный цвет. Так же, как и на тех деталях. Здесь мы не прокрашиваем, мы прокрашиваем только эту часть. Эту и эту. Это мы бордовым или красным, или голубым, какой цвет вам нравится. Пропеллер у нас будет тоже такой же, как и сами салазки. И один, и второй пропеллер. Я сразу прицепила вот эти вот пипочки. Но их мы не будем. Мы их оставим светлыми. И сам корпус, он тоже остается светлым. Мы тоже пока не покрываем, чтобы нам удобно было приклеить. Так. Теперь мы на базовую посадим. На салазки. Смотрим, чтобы у нас ровно был. Лишнюю кисточку убираем. Смотрим. Смотрим. С你们. С Зна Peru. С оснащим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.